Всех-всех с добрым утром! Я надеюсь, что очень хорошо слышно. Вы мне напишите сейчас в сяде. Я даже сегодня взяла микрофон, и я буду стараться сегодня говорить вам в микрофон, потому что связь должна быть хорошей, и главное, чтобы было отлично слышно. Есть и видно, и слышно, вы пишете. Есть. Ну и сегодня у нас понедельник, ребят, поэтому по традиции мы все-все включаем микрофон и желаем друг другу с добрым утром! Здесь все включаем микрофоны. Добрым утром всем! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам Вы знаете, что сейчас вас слышал? Вообще все Монако. Все Монако сейчас вот здесь слышал, потому что мы сейчас на площади, где фонтан. Сейчас вам буду показывать по чуть-чуть. Этот фонтан, видите? Знаменитый фонтан, знаменитая достопримечательность, которую построили. У нее есть там своя история, свой подход, своя история строительства. Так, сейчас включу, чтобы лучше видеть. Твоя история строительства. И, конечно, тоже интересный момент. Дальше там все ходят гуляют, отдыхают, занимаются спортом, потому что здесь, на берегу моря, сейчас перейду как раз немного туда. Вот здесь вторая часть фонтана, видите, да? Я помню время, когда он еще строился. Потом я помню время, когда было открытие, когда он открывался. Ну и вот сейчас, буду ближе микрофон держать. Ну и вот сейчас уже все здесь могут гулять, наслаждаться, кайфовать. И даже когда немножко дул ветерок с моря, я проходила и такой, знаете, свежесть воды тебя накрывала. Было очень прикольно. Ну что, у нас понедельник, у нас новая неделя. Мы увидели, что специальные возможности, специальные предложения, которые есть у нас в Cashflow, они продолжаются для нас. Поэтому не теряем время. Смотрим, что есть возможность сделать самого выгодного, самого лучшего. Это первое. Дальше. Мы с пятницей с вами чуть-чуть не остановились подробнее. Зависла связь. Это, наверное, потому что я отошла. Да, вот все хорошо мне здесь, все нравится, кроме... Так, сейчас я перейду назад. Буду на месте стоять. Вот где-то ты на одном месте стоишь, связь прекрасная. Чуть-чуть где-то отошелся, даже уже просто ровно не работает. Ну, это вот такой вот есть момент. Может быть, если взять местный, он будет лучше. Вот. Вы мне напишите, пожалуйста, какая цена e-currency сейчас. Что вы? Рыночная на бирже, которую можно купить. Ага. Кто еще какие? Да. Мы увидели с вами, и это прям знаменательное уже событие, что e-currency далеко, и конкретно перешагнул отметку в один доллар. Ну, это 100 рублей, получается, или один доллар. И это прям событие-событие. И хочу, чтобы мы с вами все запомнили это, этот момент, когда e-currency можно купить еще по одному доллару. Когда-то мы могли купить его за несколько центов, если помните. Это было не так уж и давно. Но тот прорыв, который e-currency сделал за этот год, я желаю всем нам, чтобы в следующем году у нас прорыв был еще в тысячи раз больше. Вот кто так хочет? Вот я прям, знаете, у меня каждый день начинается с того, что я вот, да, у нас вот то, 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 то. То есть все начинается, там, такой полет фантазии, полет мыслей. Марина пишет, я помню цену 7 центов. Была такая цена, я такую помню, да? И тогда казалось, ой, типа 7 центов уже e-currency, а сейчас он один доллар, и берем аж бегом. Поэтому это тоже важный момент для нас с вами, ребята, и вообще для понимания нам, что делать. Сейчас мы снова общаемся много с новыми людьми. Я много рассказываю новичкам, ну вот сейчас в живых встречах, здесь о нашем сообществе, о наших денежных потоках, и вообще обо всем, что у нас уже есть, и обо всем, над чем мы сейчас работаем. И я хочу сказать снова вам, вы это и так знаете, но я не могу это не повторять. Как люди просто офигевают от того, что у нас получилось, и какие мы. Мы вообще не похожи на других людей, вообще, вообще. И все, наш подход к жизни, наш образ жизни, наши мысли, наши привычки, наши слова, реализация наших желаний, вот так просто по щелчку, да, что, что вам, пожалуйста, солнышко, да, солнечную утреннюю погоду. Вчера в Монако целый день был дождь, с утра до вечера. Это тоже был такой интересный момент, классный момент, когда дождь тоже хорошо. А такие, ну завтра тоже будет дождь, нет, завтра будет с самого утра солнышко, и я буду проводить зарядку на улице. И погода будет офигенной, солнечной и заряжающей. Такие, ну нет, ну нет, ну как это, нет, если да. Вы увидели? Ага, точно. Поэтому все реально просто офигевают от того, какие мы. Да, Нелла пишет, мы классные и неповторимые, естественно, да. Но мы еще также уникальные, действительно уникальные люди. Поэтому я желаю всем нам, нашим уникальным участникам, и дальше самое главное знать, чего ты хочешь, и спокойненько себе, по чуть-чуть себе идешь, вот так реализация твоих желаний, не напрягаясь. Это тоже мне очень нравится, что реализация наших желаний, она проходит вот так, просто не напрягаясь. И это чудеса чудесные, но напомню тоже всем нам, что вот когда я сейчас общаюсь с людьми, они же, конечно же, спрашивают, вот что надо делать, чтобы вот получилось то, что есть у нас. Говорю, просто делать то, что я тебе говорю. И все. И у нас есть дата, три месяца, это тот период для каждого абсолютно новичка, что если ты будешь делать вот все то, что я тебе говорю, что тебе говорит твой лидер, а лидер, конечно же, передает посыл, то у тебя будет все то, о чем ты даже не мечтаешь. Вчера мы говорили с одним человеком, который упоминал о желаниях, что-то, говорит, ну да, это же можно реализовывать там свои желания, что-то. Он спрашивал у меня там о мечтах детства и все. И знаете, я поняла, что все мои мечты уже осуществились. Ну я имею в виду мечты детства, мечты юности, все мои мечты детства уже осуществились. Ну вот нет ни одной такой мечты юношеских таких, знаешь, меч, что там, ну прямо, вот, которая бы не осуществилась. И это очень прикольно видеть реакцию людей, когда они говорят, а что, так бывает? Я говорю, да. И я тогда поняла такой интересный момент, что вот наш образ жизни и все, что делаем мы, он вообще намного счастливее всех других людей на планете. Пусть у них есть деньги, пусть у них там есть что-то, там какие-то бизнесы, какие-то дела, но мы в миллионы, в миллионов раз счастливее. Все, просто все. И для того, чтобы быстрее у тебя еще проходила эта реализация, просто не теряй время. Это я сейчас говорю всем и каждому, новым нашим участникам, нашим лидерам, нашим новым топам, потому что, когда ты растешь, у тебя открываются новые возможности, естественно, а это совершенно вообще другой горизонт, который ты можешь видеть, охватывать, и на который ты можешь, знаешь, засматриваться еще дальше и вдаль. И вот просто все. Возможно, все, все, все. И даже, возможно, такая ситуация, что все твои мечты детства, они осуществимы. Вот так легко, не напрягаясь вообще, с легкостью такой, знаешь, даже в каких-то моментах играючи у нас все получается. Валентин вот тоже пишет, что 100% мечты детства уже давно реализовались. Да. Есть, да. И вот не так часто встречаешь людей, у которых мечты детства реализовались. А я знаю, где их встречать и где с ними встречаться. Это с вами. Хотела вам еще сказать о том, что наша поездка, которую мы запланировали себе весной в Турцию, хочется немножко у вас спросить, кто бы хотел встретиться, кто хочет поехать в Турцию с нами на мероприятие, с нами на такую тусовку, которую мы будем делать на, ну, ты знаете, такой формат. Мы даже, мы придумаем, потому что вариантов очень много, что мы можем сделать, и мы выберем по своим предпочтениям. Вы здесь спрашиваете, Марина пишет, может, круиз? Ну, нет, нету, весна это, ну, тем более в Турции, это вообще время не круизов. Мы найдем себе очень классное времяпровождение еще по-другому. Круизы, они классны. В каких-то моментах, знаете, где легко, например, перемещаться от одного места к другому именно кораблем. Да, то есть для нас с вами, мы были на Карибах, это было вообще великолепное самое место. Ну, то есть я считаю, что круче круиза, чем на Карибах, его просто не существует и не бывает. Ну, это, то есть я была там уже трижды, и это мое четкое убеждение до сих пор. Поэтому нет, такой формат мы не будем брать, ну, тем более для всех нас, нас очень много. Мы возьмем другой чуть-чуть формат, и вот прям напишите, наверное, я, может быть, какую-то выставлю форму, где вы сможете отметить, что вот вы едете, сколько людей, кто с кем, да, Нелла вот пишет, я еду с мужем, Валентин пишет, мои девочки уже на чемоданах, да, и посмотрим, вот, чего мы хотим, чтобы мы спокойненько могли подготовиться, найти для себя там подходящий вариант по досугу, проживание, ну, и тоже еще заранее посмотреть, что можно сделать. Поэтому, когда меня спрашивают, и как раз вопрос, что сколько людей в мире, которые уже осуществили все свои детские желания, я вот с очень многими из таких людей была сейчас в Таиланде на встрече, и сейчас у нас скоро будет встреча еще в Турции, и я с этими людьми встречаюсь очень часто, много раз в году, и когда мы все вместе, и когда мы где-то индивидуально встречаемся, вот, сейчас так интересно, все очень сильно обращаются в центре, у меня еще микрофон в руках, и все такие засматриваются, что здесь происходит, что здесь происходит. А сегодня в нашем отеле Олимпийская конференция, все готовятся к Олимпийским играм, и поэтому у нас сегодня такой заезд, прям людей так много, вот кругом есть Олимпийская символика, что-то там они будут делать, но они буквально два дня и все, потому что сказали, что на эти два дня отель загружен, а потом они уезжают. Думаю, петненькие, всего два дня. И, кстати, мы тоже с вами решим, на сколько времени мы поедем в Турцию, сколько времени мы там хотим провести. Я все-таки склоняюсь к тому, чтобы мы провели там майские праздники, и, ну, мы тоже потом решим вместе, когда мы хотим это делать. Также хочу сказать, что сейчас уже появляются программы, мероприятий даже уже на лето. Я видела, что некоторые лидеры уже составили программу, там, время провождения со своей командой летом. И тоже хочу вам сказать такую, вы знаете, наводку, что лидеры, топы уже тоже могут придумывать, если вы хотите, конечно, придумывать формат мероприятий где-то у вас там на местах, например, там, в вашем городе. А я знаю, что вот уже, вот скоро там череда таких мероприятий прям один за другим вот прям стартует. И хочу сказать вам такую классную вещь, что если ты хочешь на такую тусовку, ты можешь ее еще организовать сам. Придумай место, если ты знаешь какое-то крутое, классное место, где можно встретиться. Посмотри, что там, что можно сделать, как провести время вместе. Расскажи об этом другим. И у вас по-любому соберется группа людей, которые вот вместе поедете. Придумайте формат. Пригласите, возможно, интересных людей, полезных людей. Кто-то, кто научит вас фишкам там в социальных сетях. Писать ролики, монтировать ролики, обрабатывать фото, там, создавать картины, какие-то там другие вещи. Кто-то научит там формату. Например, в Телеграм ты будешь там что-то делать. То есть такое времяпровождение вы можете пригласить еще людей, которые будут вам полезны. И их знания будут полезны вам дальше в своем развитии, конечно. Не просто так встретиться там, потусить, это, конечно, очень полезно. Но можно еще добавить вот такой формат. Поэтому посмотрите. И знайте, что каждый из вас может организовывать такое мероприятие. Если ты чего-то хочешь, взял и сделал. Так, Валентин пишет. У меня в команде уже на все лето расписана программа. Отлично. То есть смотрите, сейчас весна. И можно придумывать уже на весну тоже встречи на два дня, на три дня. Если что-то дольше трех дней, то это прям, ну, это уже совсем другой формат. То есть там нужно уже смотреть. Там чуть-чуть уже в организации тоже другие вопросы. А вот так в среднем три дня. И успели вместе потусить, и зарядиться, и что-то сделать, и что-то узнать новое. И разъехаться дальше себе по своим точкам. Встретиться с людьми. Кстати, хочу вам сказать, что не стремитесь делать большие группы. Это тоже есть такой вот момент. Не стремитесь, чтобы у вас там собралось прям там 100-200 человек. Формат десятка, вот там, даже до 10 человек, там где-то 10, там пару десятков. Это отличный абсолютно формат, и вы все сможете друг с другом очень плотно, знаете, так прям плодотворно провести время. Поэтому помним, что можно делать такие вот себе мероприятия, такие вот мероприятия, так, вместе, полезные. И они будут и с тем, что ты время проведешь очень хорошо вместе. Ну и можно чему-то новому научиться, даже друг у друга. Потому что, когда много людей, не получается пообщаться со всеми. Это 100%. Поэтому берите такие себе лайфхаки на заметку, и все в дело. Так, что еще мы сегодня с вами обговорим? Ну, понятно, что у нас продолжаются специальные условия для всех. Все видим эту возможность, поэтому подтягиваем e-currency наперед. Если хочешь, это тоже был самый главный вопрос, Ирина, а могу ли я потянуть к стартовым e-currency наперед? Да, можно. К тем стартовым, которые ты создал сейчас, вот, в период действия этого специального предложения, ты по льготному курсу можешь потянуть еще e-currency наперед. Ой, классно, собачки здесь гуляют. Сейчас покажу вам. Да, а там на великах катаются. Ну, не буду далеко отходить. Здесь у меня точка связи. А вот, поэтому можно потянуть e-currency наперед. Например, ты создал там себе стартовый на 1000 евро, а хочешь потянуть e-currency там, ну, там, есть у тебя возможность сейчас там e-currency, чуть-чуть больше потянуть. Можно потягивать. Евро не обязательно тебе сейчас докидывать, можно потянуть только e-currency. И у тебя видно потом флажочек такой зеленый в кабинете, что у тебя e-currency потянута там, например, на два периода вперед, на три периода вперед. Все, они уже зафиксированы в курсе, они уже зафиксированы, переведены в валюту евро, и главное, что они зафиксированы в периоды. Вы видите, что сколько периодов у тебя потянуто. И в дальнейшем ты можешь только потягивать, точнее, ты можешь только оплачивать евро, а e-currency на этот период у тебя будет уже подтянут, и они автоматически тоже зафиксируются, и у тебя продолжает начисление, как в обычном формате. Вот. Поэтому все можно делать, а у нас вообще можно все-все, и это меня всегда очень сильно радует, что у нас вообще можно все. Можно по-разному рассказывать о нашем сообществе, проявляться, создавать такие классные моменты, чтобы у тебя спросили, а что это такое, можно по-разному рассказывать, что у тебя есть. В общем, кайф сплошной. Да, вы здесь. Ой, вижу, вижу чат. Да, здорово, здорово, здорово. Именно так. Ну что, ребята, наша неделя началась бодро, активно, солнечно. Я передаю еще раз всем солнышко из Монако. Смотрите, какое небо красивое, чистое. Да, это красота. Это одно из моих любимых мест. Здесь этот фонтан, вообще это набережная, потому что не буду двигаться, буду только телефон поворачивать, потому что там дальше, за спиной у меня это набережная, по которой очень классно гулять. Она идет далеко, 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 еще туда, за площадью казино можно пройти. Вот. И все сейчас, кто с нами тоже был на зарядке, всем передают привет. Всех я люблю, обнимаю, целую. Благодарю вас за то, что вы пришли на зарядку, благодарю вас за то, что вы с самых первых секунд подарили всем нам вот такой свой заряд из всех уголков мира. Ребят, то, что мы есть друг у друга, это самое ценное, и это то, к чему стремятся вообще все люди на планете. А у нас с вами это уже есть. И нас должно становиться больше и больше. Напоминаю всем о самой главной задаче от Дмитрия. То есть нам надо, чтобы развиваться тоже, и чтобы у тебя в жизни вот было все-все-все так. Нам надо четко делать то, что говорит нам Дмитрий Васадин. Поэтому самая главная задача от Дмитрия, чтобы нас становилось больше. Так что погнали в новый день, в новую неделю. Всех целую. Еще раз. Покажу еще раз здесь виды. Обнимаю каждого. Люблю. Пока-пока. До среды. В среду будет наша новая зарядка. В это же время, по этой же ссылке приходите и приглашайте с собой своих новичков. Пусть они тоже заряжаются и будут максимально заряжены на успех, как и вы. Пока. До среды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok